Универ Ньюс приветствует всех, кто находится по ту сторону экрана. В ближайшие минуты вас ожидают только самые интересные новости. С вами Аделья Шамилова. Итак, поехали. Это успех. Казанский федеральный университет станет ретранслятором новейших разработок. Кто вычислит путь звезды? Школа космической науки поражает воображение. Да будет праздник. Татарстан отмечает День Республики. Казанский федеральный университет готов к расширению кооперации с системой здравоохранения Татарстана. Такой вывод был сделан на совещании Совета руководителей медицинских учреждений Республики. Нашей съемочной группе удалось попасть на данную встречу и узнать, кто получит доступ к технологиям и разработкам ученых КФУ. Узнаете и вы. Казанский федеральный университет, как площадка, объединившая образовательную исследовательскую деятельность и отработанный алгоритм трансфера технологий, обеспечит новейшими медицинскими разработками сферу здравоохранения Республики Татарстан. Чтобы результаты не заставили себя долго ждать, в ВУЗу необходимо усиление взаимодействия с медицинскими структурами всех уровней. Об этом на совещании Совета, состоявшемся 29 августа в университетской клинике «Казань», заявил министр здравоохранения Татарстана. Соответственно, для нас университетская клиника – это еще привлечение ведущих научные исследования здесь, работы здесь, высокие медицинские технологии здесь, преподаваемые исследования здесь. Далее слово взял главный врач клиники Альмир Абашев. Он рассказал Совету, что позволяет университетской клинике оставаться одним из передовых медучреждений Республики и как можно реализовать весьма амбициозные проекты. Члены Совета обратили внимание на современные корпуса университетской клиники «Казань», которые оснащаются по последнему слову техники. Миссия университетской клиники была определена, как создавать условия для развития медицинской науки и образования, оказывать передовую медицинскую помощь населению. И три основных вида деятельности в нашей работе – это образование, научные исследования и, конечно, медицинская помощь населению. Ознакомившись с презентацией планов и проектов клиники, ректор Кафуэль Шатгафуров отметил, что стратегия развития медицинского подразделения опирается прежде всего на потребности нашего региона. И у Казанского федерального есть для этого все необходимые – многочисленные площадки и ресурсы. В дальнейших перспективах ректор видит создание передового центра медицинской науки. Хотим сделать хороший центр науки, медицинской науки. И этот вопрос я озвучил на Первом совете по науке у президента нашей республики. И на два зерклиники обязательно будет межрегиональный центр для клинических исследований. Гости, получившие возможность своими глазами увидеть результативность работы КФУ, оценили поступившее предложение. Вполне вероятно, что уже в ближайшем будущем студенты медицинских направлений университета будут иметь возможность практиковаться не только на площадке «Альма-Матер», но и в других республиканских клиниках и центрах. А медучреждения, с другой стороны, получат доступ к технологиям и разработкам ученых КФУ. Придя к этому выводу, стороны также договорились держаться в постоянном контакте в вопросах разработки, апробации и внедрения решений в здравоохранении. Таким образом, совместные совещания Совета медицинских руководителей Татарстана с представителями КФУ станут регулярными. В КФУ открылась четвертая молодежная школа «Космическая наука». Она посвящена космическим исследованиям астрономических объектов, астрофизике звезд и галактик, современным представлением о Вселенной. Все подробности узнавала Аурелия Сташкова. В молодежной школе по астрономии принимает участие более 150 школьников, студентов, аспирантов, а также учителей и педагогов дополнительного образования из разных городов России. Школа-конференция, которая проходит в КФУ с 28 по 30 августа, приурочена к знаменательному событию – 60-летию выхода на орбиту первого искусственного спутника Земли. Конечно, не все, кто пришел на эту школу, смогут стать астрономами, астрофизиками, специалистами по космическим полетам. Но весь этот интерес, он очень полезен, он позволяет молодым людям понять, что наша Земля – только маленькая часть того, что есть на белом свете, и что это куда меньше пылинка, чем, скажем, один человек в масштабах большого города. В этом году существенно больше старшеклассников изъявили желание принять участие в школе. Неудивительно, что интерес растет. В России – молодежные школы по астрономии, где лекторы, ведущие ученые России – большая редкость. Космическая наука – едва ли не единственная возможность встретиться с авторитетными учеными и пообщаться с такими же увлеченными ребятами, как они сами. Черная дыра – это множество таких срезов. Теперь я называю их дедвобранами. Это плоскости, к которой можно прикреплять струны. Черная дыра – это как раз сжатая струна из энергии. Обострение конфликта на Корейском полуострове привело к новому запуску баллистической ракеты. Что же произошло и к чему приведет новый кризис, смотри в сюжете Олега Кашина. Ракеты КНДР «Четвертый» за последнюю неделю. Соответственно, этот режим должен прежде всего сохранить себя, сохранить незыблемую свою систему истеблишмента, свою систему принятия критических решений. Естественно, что в этой ситуации, обладая достаточно приличным технологическим потенциалом, что бы об этом ни говорилось, имея возможность строить ракеты, имея возможность сделать атомную бомбу, соответственно, было бы, по крайней мере, опрометчиво этими всеми «благами» не воспользоваться. С иными словами, это попытка не силового давления, слишком силы не равны, но, так сказать, заявление о намерениях и о неких своих возможностях. Последние запуски КНДР проводят из-за совместных учений войск США и Южной Кореи. Такие учения проводятся регулярно. Очередные начались 21 августа и закончатся 31-го. КНДР воспринимает данное учение как провокацию. Кроме этого, Дональд Трамп заявил, что Америка ответит огнем и яростью, каких мир еще не видывал, если КНДР продолжит агрессивную внешнюю политику. Соединенные Штаты Америки, они поставили перед собой задачу, это было, кстати, совершенно официально включено в их стратегический курс еще при администрации Буша Младшего, они поставили перед собой задачу ликвидации тех режимов, которые в той или иной степени их не устраивают. Запуск ракеты в сторону Японии обострил конфликт на Корейском полуострове. Так, премьер-министр Японии и президент США провели 40-минутный разговор по телефону, по итогам которого объявили, что усилит давление на Пхеньян и обещали созвать экстренное заседание Совета Безопасности ООН, на котором обсудят новые санкции. Олег Кашин, Роман Самарин, Универньюз. 30 августа жители Республики Татарстан празднуют рождение своей государственности. В этот день, в 1990 году, Верховный Совет Татарстана принял декларацию о государственном суверенитете Татарской Советской Социалистической Республики. В последние дни лета Казань празднует два главных своих праздника – День города и День Республики Татарстан. В этот день, в 1900 году, Верховный Совет Республики принял декларацию о государственном суверенитете Татарской АССР. Это было сделано с целью повышения своего статуса до уровня Союзной Республики СССР. 21 марта 1992 года в Татарстане прошел референдум о государственном суверенитете Республики Татарстан. На вопрос, согласны ли вы, что Республика Татарстан – суверенное государство, субъект международного права, строящий свои отношения с Российской Федерацией и другими республиками, проголосовало положительно более 60% граждан Республики, принесших участие в голосовании. После распада СССР Татарстан вел сложные переговоры с Российской Федерацией, которые завершились подписанием в 1994 году договора о разграничении предметов введения и взаимного декларирования полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти Республики Татарстан. К сожалению, договорные отношения, похоже, прекратятся в этом году. Несомненно, то, что Казанский федеральный университет вносит свою лепту в процветание Республики Татарстан, празднование Дня Города и Дня Республики Татарстан, началось с торжественного открытия памятника татарскому поэту Хадид Акташу. В церемонии принял участие президент Республики Татарстан Рустам Миниханов, мэр Города Казани Эльсур Медшин и также сотрудники Казанского федерального университета. Программа праздника в 2017 году предлагает открытие нескольких социальных объектов, а также развлекательное шоу и концерты. Каждому найдется развлечение по вкусу. Диана Шилова, Универ Ньюс. На этом наш выпуск подошел к концу. Следи за последними новостями в социальных сетях и будь в теме самых интересных событий вместе с Универ Ньюс. До новых встреч!